с вами станислав александрович мы продолжаем снова наши наши легвес ролики обучающие общеобразовательное вот сегодня как мы анонсировали прошлый раз поговорим про тормоза на гражданских больше про гражданские автомобили сотрудник немножечко спорт конечно но постараемся сфокусироваться на на том на чем ездят большинство наших зрителей станислав александрович давайте сразу с места в карьер ваше мнение к тюнингу тормозов ну не однозначно вот в спорте в принципе тормоза очень важный аспект правильно и он требует очень внимательного отношения с точки зрения и тормозной динамики и очень важный фактор который все забывают это отвод тепла правильно но везде важен и в спорте и в обычной жизни то есть хорошие тормоза не везде нужны нельзя сказать что спорте не важнее в спорте там секунды в обычной жизни жизни то есть что возне непонятно обычно никого пор не тормозит в обычной жизни вот иногда приходит ситуация что это надо сделать поэтому если эта машина попадается определенному тюнингу мотор там еще что то то есть автомат тормоза должны соответствовать ответственность возросшим какие-то динамическим возможностям автомобиля либо весу если там что-то с ним изменено так далее просто на мой взгляд просто абстрактно говорить о тормозах это просто как говорить об абстрактной подвеске у тормозов из много характеристик нужно понять если человек что-то меняет тормозах какую из характеристик тормозов он меняет нет понятия что называется лучше тормоза хуже тормоза это раньше может было что там со всеми костями в тормоз уперся а колеса заблокировать не можешь сейчас любые тормозе 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 которые на самую примитивную машину ставят они позволяют скажем так ну с адекватным усилием довести колесо до блокировки у вас есть маленькие тормоза и большие тормоза супер попер вы начинаете тормозить и то или другое и одним и вторым механизмом сможет легко как бы дожать колесо до срабатанной боя то есть практически до грани блокировки контакт интенсивное замедление и на одну и на одних и на вторые на вторых тормозах будет одинаковая вот вопрос андрей к вам а в чем разница почему одни тормоза словно говоря там там стоят несколько тысяч там долларов и реально прикручивать если же не все же дебилы их прикручивать потому что им девать деньги некуда наверно есть какое-то обоснование вопрос какой пока мы не поймем зачем ставить дорогие тормоза какую характеристику мы увеличим если пиковая нагрузка не увеличивается то есть есть у так если выделять у тормозов их много но базовых характеристик несколько это первая ситуация это все-таки на энергоемкость тормозов пример мы взяли тормозной диск массивный без всякой вентиляции без ничего такую чугунину сделали которая там 10 килограмм есть у него энергоемкость будет огромная то есть она тяжелее на джип так сказать 200 километров в час остановить без проблем и не перегреет она кинетическую энергию машины заберет тепловую энергию вот этого диска но он будет очень долго потом таким нагретым оставаться вот если второй раз разгоняться до двухсот и опять начать тормозить он уже ему некуда будет это энергию забирать потому что он будет нагретый а это другая мы взяли этот самый диск весь его вытащили он весь такой из себя вентилируемый и просто этот но стал в пять раз легче то есть мы там четыре пяток металла выбрали виде каналов там воздуховодов так далее то есть у него скорость от поверхность рассеивания а увеличилась просто в разы вот может он на порядок увеличился даже там больше чем на порядок вот и такой диск будет очень быстро давать тепло но пиковая теплоемкостью соответственно пропорционально массе уменьшится поэтому просто тупо может не остановить да он будет рассеивать быстро но ему может не хватить энергоемкость чтобы остановить тяжелую машину с большой скорость поэтому это разные характеристики их не надо путать поэтому по большому счету тяжелый диск он просто по поводу скажем брем диски из одинакового металла чем более тяжелый диск тем он имеет больше энергоемкость а вот скорость рассеивания уже зависит от формы диска от наличия отсутствия систем обдува тормозов от аэродинамики самого автомобиля потому что это тоже в аэродинамике просчитано чтобы продуваемость арки была максимально большая и часто какой-то визуальный тюнинг не очень грамотно приводит тому что начинают тормоза перегреваться вот поэтому на случай вот другая характеристик там и третья уже характеристика тормозов это скорость реакции на нажатие педали то есть по большому счету мы предположим на скажем моем примере там супер-пупер дорогие тормоза и дешевые обычные тормозежки на самом дешевом автомобиле вот и там и там мы можем легко заблокировать колеса ну то есть когда дбс вот едем просто и резко пнули ногой по тормозу за все дури сколько у нас там как говорится резкости и там усилий есть вот абс на дорогих тормозах раньше сработал быстрее то если так график во времени нарисовать то он будет более вертикальный то есть быстрее механизма отреагирует а на дешевых тормозах это чуть-чуть более растянутого времени вот поэтому это не такая не такая не такая быстро что это во многом там же гидравлик там разогнать ее прокачать через определенные вещи там если это как правильно скоба там тоже все эти механизмы работают у любых движений от этих на жидкости механизм туда есть какое-то время задержки они создают еще не время задержки поэтому современные гоночные тормоза делают их так чтобы у них это время на реакции время задержки на какие-то управляющие действия было минимально это вот действительно вот уже там а ни в коем случае не как бы сказать не максимальные усилий которые не создают то часто можно если у вас действительно мне нравится время задержки можно не ставить огромные тормоза можно ставиться в тех же размерах просто поменять механизмы на более гидится быстро если зачем-то нужно исходя из моего опыта очень важную роль я не знаю 80 процентов есть правильные тормоза я говорю когда все-таки правильные тормоза сделаны нормально нормально сделаны магистрали как говорится не резиновые и так далее все хорошо в этом плане сделано и здесь основной роль играют колодки правильно подобранные колодки ну что то есть колодки бывают абсолютно разные по так сказать своим характеристикам и так далее так далее здесь выбирая данные колодки вы должны четко понимать что это именно колодки под вас подходит то есть да вот в этом есть проблема что для обычного человека когда он читает какой-то мануал к этой колодки он не может понять на что обращать внимание на что смотреть и часто люди покупают голод который вообще им не подходит или под их танка за задачу вот это вот на мой взгляд при тюнинге тормозов почему сказал неоднозначно отношусь очень много ошибок связано с тем что люди первое что они едят и это правильно не ставят нормальные колодки то есть гоночные либо там улучшенные колодки более более соответствующие дистанции не штатные что стартные колодки право действительно ну совсем не то есть ли там для активной какой-то езды то есть первое что надо тюнить машине это тюнинг колодки и тормозной диск вот так я могу сказать все остальное тоже вторично можно не тюнить не меняя штатных механизмов ничего просто снимаешь родной тормозной диск и ставишь на него как бы некий тюнинговый диск и хорошие тормозные колодки в 90 до 9 процентов случаев этого тюнинга достаточно чтобы получить более чем адекватные тормоза вот второе вы если у вас опять же если у вас там уже как бы вы взяли для тюнинга достаточно старый автомобиль у которого там старые резиновые армированные шланги там ну стандартные желательно бы их поменять конечно на какие-то более-менее современные вот это сильно дает эффект вот это кажется более четко однозначные педали там еще что-то слава давайте еще раз вот для всех зрителей повторим такую простую вещь что гражданский автомобиль имеет тормоза 99 процентов случаев достаточных чтобы там чуть вниз максималка остановить все в ноль абсолютно эффективно и увеличением там диска тормозов ну то есть ничего не изменится по сути практически почти там минимальная будет разница то есть один раз как минимум один раз гражданский автомобиль становится по-любому хорошо эффективно с родными тормозами но что-то изменится но не дистанция торможения и что изменится изменится количество денег кошельке у человека это делаешь однозначно вот вопрос первый как бы если мы говорим о длине тормозного пути с большой скоростью он практически не изменится вот это важно это хочется просто проговорить еще раз чтобы все поняли что если вы начинаете что-то вкидывать то есть ваша машина не станет лучше станет ну то есть даже ускорение замедление это резины больше определяется даже чем тормозами и если их блокируете резиной подвеской да станислав если человек ездит по городу и постоянно играть шашки в потоке ему не хватает тормозов и начинает плыть через какое-то время движения по городу да именно вот такой шашечки вот это такой тыс да нехватка обдуваемости нехватка обдуваемость надо там вентиляцию там срезать щиток продумать что-то аэродинамика все такое другие диски свои механизмы как право другой диск первое что он делает у него два характеристики в дисках которые идут замен штатных куча тюнинга есть просто когда ты они полностью по размерам совпадают со штатным диском они у них улучшена вентиляция и температура плавления вечно два фактора которые как говорится увеличивая то есть данном случае и ему не нужно ставить большую чушку надо найти тюнинговый диск который лучше обдувается и второй вариант если допустим крузак двухсотка такая баржа огромная да которую надо остановить и он на ней шпиле 200 не знаю зачем вот ему нужно такую машину да я тоже знаком с такими да бывает и вот им именно нужно купить здоровую большую чугуня куда чтобы она эту энергию от этой трехтонной дуры где-то там себе поглотила да и потом как-то долго медленно рассеивала нас уже не интересует то есть в этом случае да именно так у двери два крайних ситуация да вот шашки по городу здесь как раз тяжелый диск будет я считаю мешать потому что он увеличит неподрессоренную массу на массу хотя шашки по городу расстреливаться сколько слышу по-новому что мы там или деньги берут как договоришься вот а этот да если с большой скоростью нужно остановить машину то нужно увеличить объемкость очень характерно для гонок в зависимости от трассы бывает разные требования к тормозам могут быть допустим на же приводному могу сказать что у нас на шкоду да на который там там парни ездят на асфальте замагировано два диска абсолютно одинакового диаметра один более легкий и с большей системой соответственно этот с большей тепло теплоотдачи но он легче а второй такой толстый такой второй да они по внешним размерам одинаковые более массивный более массивный более массивный он там его он тяжелее но соответственно меньше этих воздухоотводных каналов тогда и так далее чуть хуже охлаждает более массивным используем как правило на таких гонках ляко я называю европейского свар типа барма всех где очень много места нужно разогнаться там до максимум потом возиться практически нуля там чтобы а то во двор повернуть и так далее где есть большое количество на допе длинных торможение вот таких вот в пол там да там лучше использовать более тяжелый диск который имеет большую энергоемкость а гнить в италии на горном асфальте где просто там средняя скорость на допе больше таки на час не бывает образу такой серпантин постоянно уже всеми чем тормозить здесь пользоваться более легкий диск это вот два диска которые заамалогированы конкретно для гоночного автомобиля на этой гонке мы будем использовать такие диски а вот на этой гонке такие понятно что чем легче диск вроде бы его лего лучше использовать это тогда но иногда допустим если понимаешь на допе очень много или на гонке очень много мест где как с полного хода нужно там про диски до нуля останавливаться и так несколько раз лучше перестраховаться использовать более тяжелый диск ну просто надо лучше проговорить лишний раз больше тормозной диск огромный этот он так сказать не увеличивает не улучшает тормозной путь вот это самое главное тоже хотел сказать об этом да ничего это красиво вот я на своей цветке тем не менее долго думал вот у меня тоже вот у меня вот как бы зетка моя любимая на которой там тюнинг эпизодически да вот у меня там стандартные тормоза стояли и они мне всем устраивали ну вот нету ну как тормоза боевые вообще сложно докопаться там дом 5 я все таки то надулся и засунул туда брэмбовские тормоза вот но с точки зрения потребительских свойств ну никакого изменения ну точно ничего лучше не сделала так сказать только денег потратил да но блин это красиво красненькая все такое да я я я скромный черный черные машины но они красиво смотрят то есть вот в данном случае тоже надо признать чтобы большие такие а-ля гоночные или реально гоночные там машинки но у меня а-ля гоночные там брэмб они это все таки не 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 рейсинг серия так как говорится гуляльная но они конечно красиво смотрятся и они так когда они во все колесо вписаны там как из размер 5 10 вот но я это честно признаюсь я это сделал ну сто процентов исключительно визуальный тюнинг я не пытался какие-то там потребительские характеристики автомобиля у тормозов улучшить потому что ну и старых тормозов уже называется выше крыши хватало не было никаких претензий давайте вернемся все таки если человек поставит хорошие тормозные колодки диски при штатных машинках улучшит работу да то есть я хочу клоню что если он просто у него вот 316 до маленький не до небольшой диск да он то поставил эндлес вот поставил диск под эндлес тоже оригинальный до хорошие как бы поставил энглес я думаю значит у него как бы с деньгами все хорошо есть большой выбор хороших тормозных механизмов которые уже принципе звучит все знают как они работают человеку поставил такой комплект в штатную систему не переходя на тормозилки от старших моделей он гораздо больше получит чем просто пойдет на разборке возьмет какую-то систему и пойдет тут же с рынка купит они ухит там дешевые простые тормоза и само собой это не обсуждается но это надо проговорить это надо проговорить для людей чтобы я это весь виду что лучше заменить диски и колодки чем как говорится сразу что весь вам замена дисков и колодок недостаточно туда можно поставить просто старшей модели тормозные механизмы из и заменить опять же диски и колодки замены замена диска и колодок она дает мне кажется больше чем вот просто замена штатных там механизм и кстати по поводу колодок на самом деле но мое мнение как я выбираю колодки под соревнования да то есть вот допустим у машины есть хавки есть ебц эндеса в сожалению нету тем не менее то есть производители предлагают отличные графики я обращаю внимание на вот именно температуры да они все рисуют с какой температуры диска начинает работать колодка эта информация все всех то есть грубо говоря те для если я на этой машине все-таки где-то умудряясь передвигаться по городу я в принципе отметаю все колодки которые тормозят там с 200 градусов и выше то есть это исключительно рейс серии который ни в коем случае нельзя покупать для города как универсальный механизм то есть у них я нашел пару колодок они идут такие действительно как универсальные три дней плюс рейс и они работают заявлено с нуля пускай с немножко меньше эффективностью и там до 900 градусов накрывая практически все вот этот я вставлю потом видео и мое мнение что в первую очередь надо именно двигаться в стройке колодок и ни в коем случае люди думают что вот эти дороже они лучше да они работал с 200 и там до 950 допустим да эти эти колодки машин вообще становится городе не будут особенно если начи начинается там дождь осень слякоть зима он никогда из тормоза не прогреет может и прогреет но это опасно никогда не надо покупать дорогие сразу она начинаете нас таких табличек и смотреть на температуру что не с нуля работали вот мой умение такое надо начинать с этого и уже потом переходить он согласен как я уже говорил что рейсинговые колодки в гражданской изделии используют просто опасно поэтому да действительно температурный вот этот характеристику все производители дают и надо действительно чтобы она как бы с нуля начинала работать вот ни в коем случае не только после сережного программа есть один фактор колода который крайне на мой взгляд важен на которой производители не указывают но в прямую или в кривую даже не указывает это как называемое наличие как я называю не грамотное наличие прихвата некого первого вот есть колодка который нажимаешь прямо прям как машина как колонс очень резкий прямо очень быстро первый прихват вот а есть колодка который более втягивают. Они немножко не сразу хватает диск, а как бы так его обжимают немножко. Растягивает ситуацию. И кому-то нравится тормоза с ярко выраженным прихватом. Кому, например, не нравится. Я категорически не могу ездить на тормозах, у которых ярко выраженный прихват. Например, Теже Энглес, которые очень хорошие колодки, но у них прихват для меня, наверное, ну уже чуть-чуть больше, чем я бы хотел. Вот Коля он в ралле использует на асфальте карбонно-лорейн колодки. От Энглеса они отличаются тем, что они более плавно, более четко, у них первый эффект, первый момент торможения. Более плавно, втягивают торможение. То есть можно, особенно в машине без АПС, называется, более четко дозировать торможение, более плавно, не срывать первым ударом по тормозам ситуацию. Но опять же надо говорить, что инерция тормозной системы, там минимально у гоночной машины. Поэтому здесь уже инерция колодок начинает то, с помощью чего ты этот элемент подбираешь. И часто бывает так, что люди себе ставят такие колодки, и я просто сам это наблюдал. То есть они вот такие, как бы, с таким прихватом, с прикусом к зеленой колодке ставят, из-за этого, и начинают на них учиться правильно, там, ездить какой-то там азам гоночной езды. И это иногда вырабатывает неправильный, вообще, алгоритм торможения. Поэтому вот этот аспект, его, к сожалению, не увидишь нигде. Но человек должен попробовать, он должен попробовать где-нибудь потормозить на машине, с таким, на которой колодки стоят, с ярко выреженным прихватом, и вот такие же, как называют такие, ну, вязкие, как называют, я не знаю, как правильную характеристику назвать, так вот вязкая, вазкая, начинающая тормозить. И понять, какой ему больше нравится. И вот этот аспект надо смотреть. Вот, Энглес, на мой взгляд, это, конечно, там, ну, дорогие колодки, очень дорогие колодки, но они, наверное, может быть, их использование и для таких вот машин, а-ля для трех дней, и в каких-то ситуациях оправданно, потому что колодки очень долго живущие. В частности, вот, допустим, когда по Нюрнбургенгу я гонял, мы Энглесом подзывались. Почему? Потому... Хотя, вот, я как сказал, что первый прихват мне не очень нравился у них, но они просто экономически были много выгоднее. То есть их хватало на, там, ну, как бы на длинный, на достаточно большее количество, там, километров без замены, чем, скажем, их конкурентов, которые мне, там, чуть лучше, может быть, нравились. Вот. И вот есть такой эффект. Все-таки там, как у меня была машина с усилителем, там был не вакуумный усилитель, гидроусилитель, но он все равно давал определенную инерцию. Была АБС, потому что по Нюрнбургенгу без АБС, ну, крайне, действительно медленно получается ехать из-за сильной неровности трассы. Это давало, как говорится, элементы инерции в тормозной системе. И вот этот первый прикус Энглса, который, говорится, мне, в принципе, не очень нравится, он там был, сглаживался. Я вполне, как говорится, себя комфортно с ними чувствовал. Вот. Но, потому что у меня, как бы, вот этот первый демпфедующий момент, вот эти, как бы, размазан, добивался другими вещами. Вот. Но вот этот аспект надо понимать, что он тоже есть у колодок. Помимо температуры, которую все указывают, еще вот эта вот реакция на, как бы, вот этот есть прикус, нет прикуса, так, на целом, у колодки. У очень многих есть. Это считается, типа, хорошо. Потому что, действительно, по всем тестам это сокращает тормозное время. Но, надо понимать, что для гоночной езды очень важно не дестабилизировать машину в начале торможения. Вот этот пинок, когда резко сдергивает эту машину, часто оно хуже и хуже становится, чем более плавно. Это такие уже тонкие моменты. И, тем не менее, если человек, все-таки, планирует на машине выезжать на какие-то покатушки, так назовем, обобщенные какие-то там трек-дни, какие-то спринты, там, еще что-то, то я бы рекомендовал не только обратить внимание на температуру колодок, но еще вот на этот элемент, который, к сожалению, никак не прописан, надо просто знать. Тестировать, пробовать, экспериментировать. Ну, либо, да, либо общаться с более опытными, там, ребятами, кто уже пробовал. Я думаю, что все, кто так или иначе имеет какой-то гоночный опыт, хорошо поймут, о чем я сейчас сказал. Так, Станислав, давайте еще поговорим о такой важной, точнее, не важной, а такой лайфхак, это сейчас модным словом называется, когда человеку не хватает обдува, ну, вот, тайм-атак, ортодромы, шашки по городу, которые запрещены, нельзя, мы осуждаем всячески это дело, да. Тем не менее, самый простой метод повысить вот эту вот отдуваемость и отдачу тепла тормозов, это срезать грязезащитный щиток с обратной стороны. На грязных машинах он у всех есть, на спортивных машинах его нету, правильно? Ну, почти там он другую функцию может выполнять, он, наоборот, может улучшать, ну, и ускорять поток, и направлять вот туда. И, тем не менее, как бы, очень действенный метод, правильно, Станислав? Просто его отрезать. Да, да, да. Негатив, что мы получаем, давайте расскажем. Ну, как бы, грязезащитный щиток, значит, он не будет ничего защищать от грязи, летящий туда, ну, очевидно, на мой взгляд. То есть, если мы на машине едем зимой, капец, и диском, и тормозом, и от соли там будет просто ахтунг. Свяжем текущую лекцию про тормозилки с лекцией про подвески. Потому что, мое мнение, что жесткость подвески прям радикально влияет на реакцию. Машина с жесткой подвеской, пока она загрузит морду, это, если подвеска мягкая, это просто вечность. И она, по сути, вот это время, пока она не туда не свалится, на переднюю осень. Ну, она должна не то, что свалиться, она должна заклюнуть, а потом присесть и тормозить. Это, может быть, очень большое промежуток времени. И часто бывает, что гражданские машины из-за этого плохо ощущаются на торможениях. Ну, это именно ощущаются. Понятно, что есть такое понятие, как отработка клевка и так далее. Но в данном случае, конечно, когда у тебя машина вся такая медленная, это не значит, что если ты, ну, как бы, ударил по тормозам, у тебя машина начинает, как говорится, там, медленно и тихо отливать. Это не значит, что она начнет тормозить, как момент, когда она полностью клюнула. Она сразу начинает тормозить, как колеса. Все равно, как говорится, а что такое клевок? Это перенос веса. Он же не с нуля. То есть, он говорит, у тебя на передних колесах было, не знаю, там, 700 килограмм. Ты нажал на то, и в этот момент клевка это увеличилось, не знаю, до тонны. В данном случае, у тебя мгновенно пришли тормозные усилия. Да, что в момент, когда у тебя этот клевок произойдет, машина загрузит передние колеса, эффективность торможения увеличится, потому что передние колеса будут, так сказать, до момента вот этого учения все равно торможение будет. Поэтому что мы обсуждаем? Эффективность торможения, так сказать, будет ли машина в этот момент, пока она не клюнет, будет ли она отрабатывать? Да, будет. Вот. Поэтому мое мнение, что тормоза все равно должны быть более быстро, вот эта инерция тормозов должна быть меньше, чем инерция подвески. Как правило, так оно и есть. С точки зрения ощущения машины, с точки зрения обратной связи для водителя, да, более собранный автомобиль ощущается более адекватным, более однозначным. Но, как правило, всегда тормоза речи, чем клевок подвески. Если у тебя тормоза такие же, как говорится, даже на осень спортивной машине все-таки клевок, это достаточно, ну, по-по-по, если в рамках реакции на нажатие на педаль тормоза, то клевок должен быть в разы дольше, чем реакция на нажатие на педаль тормоза, так могу сказать. Вот есть обратная ситуация, что у тебя машина клюет быстрее, чем у тебя реагирует тормозная система, вот это полная жопа, это есть невозможность, извиняюсь за выражение. И вот дальше говорим, да, про вакуумник, хочется про это проговорить. То есть вакуумник, абсолютно согласен, что, ну, я просто катаюсь тоже участвовать, пытаюсь там и на любительском продавном уровне, конечно, совсем не то, но, тем не менее, я тоже столкнулся с этим, что он, конечно, дает большую задержку, да. Вот при резком нажатии на то можно прямо это чувствуется. Сначала ты как бы вакуумник продавливаешь, потом он начинает. Ну, то есть, я вот не могу. И, собственно, вот к чему это можно подвести, то есть, вот человек, допустим, берет, ставит от старших каких-то моделей, подбирает, как бы, тормоза, ставит большие диски, там, машинки, там, 8-поршневые, да, улучшает радикально время реакции тормозной системы, самой тормозной системы. Но у него остается вакуумник. То есть вопрос, а зачем? То есть время реакции у него убивает вакуумник. Смысл ему ставить такие тормозилки, и он, тормозной путь останется таким же. Что он изменил? Ничего. Деньги потерял. Да, это вот один из примеров, на мой взгляд, несколько неадекватного тюнинга. То есть, допустим, когда мы ставим много поршневые машинки, мы так называемо увеличиваем гидроплечо. То есть, это для, так короткое, это соотношение площади тормозных, исполнительных тормозных механизмов площади поршня главного тормозного цилинда. Ну, так вот. Чем оно больше, тем, соответственно, при прочем равном нажатии на педаль тормоза в салоне, на педаль тормоза, тем ты больше создаешь усилия тормозных механизмов. Поэтому много поршневые системы, они имеют большее гидроплечо. И они позволяют снять вакуумный усилитель, при том, что ты сможешь все-таки там, не ломая себе ноги в экстремальных усилиях, все-таки машину остановить нормально. Да, понятно, что без вакуумного усилителя все равно усилие на педали тормоза будет радикально больше, чем у штатного автомобиля. Но оно будет, в принципе, рабочим. То есть, на гоночных машинах усилие на педали тормоза для большинства людей, привыкших ездить на гражданскую машину, кто никогда не ездит на ломогонечную машину. Вот первая реакция, когда человек садится на такую машину, приезжает на тормоз, у него глаза вылазят из орбиты, он спрашивает, почему у машин тормозов нет? То есть тормоза есть, причем очень хорошие, просто на них надо давить сильнее. То есть они предполагают очень сильное нажатие на педали, тогда они как-то поработают. Но все равно, если, допустим, у обычного автомобиля, у гражданского, просто взять, отключить вакуумник, вы просто машину не остановите. То там гидроплечо, оно не предполагает усилия. Поэтому в этом плане, если вы, допустим, готовите машину для, скажем так, просто некая задача. Просто я говорю, что надо задачу. Мне вопрос, наверное, логичный у слушателей. А какие бывают задачи? Вот некая задача. Я хочу тормозить, у меня очень много коротких торможений, там 5-10, на трассе, где я хочу выступать. Например, это нормально для каких-то таких, ну а-ля, таких вот, как это, спринтов, да, когда какая-нибудь коротенькая трасса, типа а-ля на... С лалом, с лалом между фишками. С лалом, да, когда у тебя много и коротких торможений. Здесь на каждом торможении вот эта, как говорится, задержка, она тебе дает негативный эффект. Ты везде будешь вот эти по чуть-чуть проигрывать. То есть это, как бы, эмерция будет все время мешать. Первое желание, давай-ка я вакуум включу. Если ты отключишь вакуум, у меня возникает желание, как увеличить гидроплечо. Его можно увеличить двумя способами. Например, уменьшив диаметр там главного тормозного цилиндра, либо увеличив, как говорится, суммарный диаметр поршней в рабочем цилиндре. И второй вариант, это увеличение диаметра самого, как говорится, диска, то есть плечо тормозное там в колесе увеличить. Вот это легко считается. Это легко считается, и можно понять примерно, какое усилие нужно что-то поменять. И вот это вполне можно адекватно. Вспомнил один вопрос. Уже в этапе монтирования, да, зритель, не удивляйтесь, что мы тут немножко изменили обстановку. Дозаписываем немножко в другой день. И важный вопрос, который мы упустили изначале в нашей беседе, о тормозной жидкости. Я столкнулся с тем, что тормозная жидкость очень важна. От себя хочу сказать, что многие упускают то, что ее нужно менять. То есть это прям в спорте это вообще очень серьезно, но в гражданской жизни люди забывают про это совершенно. И второй важный фактор, который я выяснил для себя, что тормозная жидкость, она бывает очень разная именно по по двум факторам. Первый – это температура и кипение. Об этом все знают, и Станислав, мы сейчас обсудим. И второй важный фактор, который не очевиден для всех, и сейчас это недавно, скажем так, это было исследовано, глубоко эту тему начали изучать. Это вязкость тормозной жидкости и скорость ее реакции. То есть, если раньше все уходили в сторону высоко температурных жидкостей, когда главным фактором являлась температура кипения, старались достичь температура кипения в спортивных жидкостях там 320 градусов, хотя стандарт, по-моему, 260 градусов для Дот-4. Вот. И сейчас заметили, что такие жидкости, они очень вязкие, и современные системы автомобиля ABS, ESPY и прочие не очень хорошо с ними взаимодействуют, и были проведены исследования, которые показали, что жидкость с значительно меньшей вязкостью позволяет этой системе работать лучше. Улучшается то самое время реакции, которое часто в спорте достигается там многопоршневыми системами, многопоршневыми машинками и так далее. То есть, Станислав, вот я столкнулся с тем, что переход на так называемый Дот-4 класс 6 жидкости, у которых вязкость отличается чуть ли не в два раза от обычной Дот-4, очень сильно улучшает реакцию тормозной системы. Ваше мнение на такой тюнинг, на тюнинг тормозной жидкости в сторону менее вязких таких стекущих жидкостей. Да, я сразу скажу, что у меня опыта нет в этом такого непосредственного. То есть, я не тестировал на одной и той же машине, на одной и той же системе тормозной жидкости с разной вязкостью. Но действительно, это тренд в последнее время, а производители тормозных жидкостей стали добиваться действительно меньшей вязкости. И на сегодняшний день даже жидкости одной и той же класса по температуре и так далее, они могут отличаться по вязкости в два раза. Однозначно, чисто как бы с точки зрения здравой логики применения более текучей и, соответственно, менее вязкой жидкости, это уменьшит время реакции от нажатия педали до срабатывания тормозов. Ну, как бы, вот эта скорость передачи усилия, как бы, реакции тормозного усилия от пилота будет меньше. Это 100%. Вот. Насколько она будет меньше, насколько это будет заметно, это надо тестировать. У меня опыта нет, сказать не могу, но то, что это особенно актуально, скажем, на машинах со сложной системой, что по сложной, это наличие АБС, то есть когда там всё-таки объём жидкости большой. То есть на гоночных машинах, где всё-таки магистраль достаточно просто устроена, там никаких нет ни АБС, ничего, там, может быть, это не столь актуально, там больше, более актуально температурные показатели жидкости, потому что тормоза в процессе, говорится, гонки очень сильно нагреваются. А вот для тюнинга, ещё что-то, для того, чтобы почувствовать более реактивную педаль, если у вас сохранены системы АБС, ССП и так далее, то, наверное, это вещь, которую я бы попробовал. Не пробовал, нет такого опыта, но, наверное, стоит попробовать. На что бы я в этом случае обратил внимание? Помимо вязкости жидкости, любой жидкости, есть такое, не знаю, как правильно сказать, назовём так, проникающая способность. Вот это, как бы, так сказать, пример, вода и керосин. Вода более текучая жидкость, нежели керосин, но керосин более проникающий. Его используют для, так сказать, выявления микротрещин в производстве и так далее, и так далее. Вот. Поэтому не факт, что залив такую тормозную жидкость, более текучую, менее вязкую, она одновременно и окажется более проникающей. Может быть и нет, может быть, ещё лучше будет. Вот. Но в любом случае это, если, так сказать, ты используешь такую жидкость, такого класса, ну, так говорится, с низкой вязкой, скорее всего, она немножко на других компонентах, скажем так, замешана. И это точно не та жидкость, на которую были рассчитаны, скажем, ваша тормозная система. Вот. Не знаю, что они несовместимы, но здесь надо попробовать. Это единственное предостережение скажу. Ну, в общем, это, на мой взгляд, очень такой правильный и хороший наход попробовать менее вязкую жидкость в стандартной тормозной системе. То есть, мне, честно скажу, эта идея в голову не приходила до нашего с вами разговора, хотя, да, ну, там, смотришь же все характеристики, я действительно обращал внимание, что вязкости сильно отличаются. Но, как-то, честно говоря, со стороны на эту ситуацию смотрел, наверное, да, особенно в тормозных механизмах со всякими сервисными системами, типа АБС, все, ESP и тому подобное, это может дать серьезный эффект. Почему я на этом заостряюсь? Потому что в той же АБС, ESP, это же исполнительный механизм, там тоже цилиндры, там тоже большой объем редкости находится и так далее, и так далее. Поэтому, нажимая на тормоз, ты не просто прокачиваешь через достаточно относительно недлинную трубку жидкость, а еще и через эти все исполнительные механизмы этих электронных систем. Вот, это однозначно, ну, то есть это сто процентов могу подтвердить, что у тебя вот машина с АБС, ты на ней едешь, у тебя, ты привык к какой-то реакции на педаль, ты ничего не имеешь, ты просто демонтируешь АБС. ты туда убираешь этот блок, делаешь максимально короткие тормозные магистрали, это радикально меняет, так сказать, отзычивость на педаль. Это сто процентов. Вот, возможно, вот, такого же эффекта, может быть, не на столе радикального, но ощутимого, добиться можно, просто заменив жидкость. интересная идея, я на коем своей машине обязательно попробую. Ну, я от себя добавлю, Станислав, то есть, у меня машина, которая, ну, как бы, любительский тайм-атак, полупрофессиональный, да, и когда я езжу зимой, допустим, я заливаю вот этот Дот-4 класс-6, то есть, я особо уделю внимание, что есть же различные стандарты на разных компонентах замешаны, которые радикально отличаются по свойствам, там, Дот-3, Дот-4, там, по-моему, Дот-5, не помню, вот, ну, моя машина позволяет и требует Дот-4, да, и Дот-4 класс-6, это именно отдельно вынесенный стандарт, он полностью соответствует Дот-4 по агрессивности к резинкам, к шлангам и уплотнениям тех же тормозных цилиндров, так, никакого, якобы, надо проверять, я тут согласен, якобы, никакого негатива не должно быть, тем не менее, в стандарте оно выделено отдельно, как класс-6, это вот эти вот быстрые жидкости с малой вязкостью именно позиционируются как жидкости для систем АБС, ЕСП, которые ускоряют реакцию, ну, то, что мы сейчас обсуждали, и зимой я заливаю именно эти жидкости, потому что, ну, мое такое обывательское немножко мнение, что зимой я чаще вообще пользуюсь преимуществами вот этих всей систем ЕСП и АБС, так или иначе, приходится ими чаще пользоваться, дорожные условия этому способствуют, тем не менее, летом, когда я езжу, у меня преимущественно трековые какие-то условия дата и мотак, тот же, на лето я заливаю жидкость тот же Матюль 660-й гоночный, который достаточно густой, относительно медленный, если их сравнивать две такие жидкости, но у него температура кипения все-таки повыше, то есть, когда мне важна именно точка кипения, я заливаю более температуру стабильную жидкость, если мне важна скорость реакции зимой, я заливаю более такую быструю, вот такой, ну, вот такой у меня жизненный опыт. Ну, очень грамотный подход, согласен, что, опять же, во всех таблицах к жидкостям, к тормозным, там как раз пишут вязкость при низких температурах, там при минус, сколько-то, я не помню, там минус 40. 40. Да, поэтому это очень, именно как раз выделяет этот аспект, потому что, может быть, поэтому в гонках, не заморачиваются, потому что в гонках там тормозная жидкость работает при температурах значительно более высоких. вот, а надо понимать, что вязкость жидкости очень сильно зависит от температуры, и при нагревании там от минус 40 до, не знаю, плюс 150 вязкость меняется в разы, уменьшается, поэтому, возможно, действительно, вот трессинговые тормозные жидкости высокого класса, они, у них основное сопротивление, именно температура кипения, а вот вот эти вязкостные вещи, они как-то так, вторичные, может, поэтому я никогда на это особо внимания не обращал, но, да, очень хорошая идея, и, наверное, действительно, для, особенно для зимнего тюнинга, где, вот, объективно могу сказать, что зимой, когда я там делю какие-нибудь покатушки по льду, на машине с ЭБС прямо чувствуется, что у тебя вот эта задержка на холодной жидкости после нажатия на педаль, когда у тебя сработают тормоза, она однозначно есть, и вот ее прямо вот, как ни странно, вроде бы скользкое покрытие, а вот эта инерция тормозов, она там наиболее мешает, то есть ты меньше чувствуешь, поэтому, да, это очень хорошая идея, именно использовать такую жидкость именно зимой, сразу скажу, еще раз, точнее, повторю, опыта нет, но идея классная, я как бы вот считаю, что ее надо однозначно пробовать. Ну, отлично, хорошо, что мы вспомнили эту тему, и давайте еще вернемся, лишний раз проговорим про важность прокачки тормозной жидкости, потому что хочу заострить внимание, что особенно это важно для тех, кто нагружает тормозную систему, где температура очень высокая, вот, что жидкость быстро деградирует, особенно при больших нагрузках, и то, что в обычной гражданской машине написано там раз в два года, да, люди даже это не соблюдают, но тем не менее, в условиях повышенных нагрузок эти два года, это тоже слишком оптимистично, скажем так. Ваше мнение, Станислав, по поводу прокачки. Да, потому что двигатель деградирует и набирает, я не знаю там, какие у нее конкретно процессы происходят, но то, что в результате ее многократного нагрева ее свойства падают, как минимум температура кипения, и она может закипеть при значительно меньших температурах, нежели написано на банке, это факт. Поэтому, чем у вас интенсивнее использование тормозов, чем вы более активный водитель, им надо чаще менять. Просто экстремально, могу сказать, в гонках, в гонках, у нас вот в ралли на асфальте, где максимально, как бы на время асфальтовых гонок, там прокачиваются тормоза на каждом сервисе. То есть, словно говоря, секция, это 50-60 боевых километров, там, не знаю, там 3-4 допа, машина приезжает на сервис, ей меняют, говорится, колеса и прокачивают тормоза. Это стандартная ситуация. Более того, что даже некоторые пилоты прокачивают тормоза между допами, то есть, там сливают, это не полностью вся система меняется, а вот сливается та тормозная жидкость, которая, говорится, наиболее перегрет, которая в машинках находится. Вот поэтому это максимальная часть. Получается, у тебя за гоночный день, там тормоза прокачиваются 2-3 раза. То есть, именно сливается эта перегретая жидкость. Это, конечно, как бы край использования, тем не менее, всего активного водителя рекомендуют это, конечно, делать чаще. И точно это, как бы, признак хорошего тона, если вы ездите три гни, то после того, как погоняли три гни или перед, или лучше, как минимум, после точно слить вот эту тормозную жидкость, хотя бы чуть-чуть ее поменять. Но не всю, всю систему прокачать. Всю систему можно раз в два года. А вот просто прокачать, хотя бы расширительный бачок скачать, долить свежий. Это точно стоит делать. Это точно стоит делать. Это ваша безопасность, тормозная жидкость не столько дорога, чтобы на этом экономить, потому что где-то это может оказаться критичным. Сейчас скажу, когда тормоза вскипают, когда они становятся, проваливаются, если это, не дай Бог, какой-то такой жесткой активности в момент это происходит, как правило, такие вещи происходят в наиболее ответственный на голодный момент, это крайне неприятно. Имею такой опыт и неприятно вспоминать. Ну да, согласен абсолютно. Кстати, давайте скажем людям, как распознать, что жидкость закипела. Потому что есть два параметра. Сгорели колодки, перегрелись, и второй, жидкость закипела. Закипели коробки, закипела жидкость. Колодки начинают кипеть, у них с поверхности идет активное выделение газов, и они перестают прижимать, то есть ты прижимаешь, но они не тормозят. резкое падение коэффициента сцепления. Это абсолютно два разных ощущения. На педали, получается, если колодки сгорели, и из них пошел газ выделяться, то педаль тугая, она сопротивляется, но при этом замедления нету. Правильно? Такое ощущение. В моем рейтинге это хуже, чем когда закипела жидкость. Что происходит? Ты всеми костями упираешься в педаль, педаль тугая, она каменная, ты давишь, давление переходит, но машина не останавливается. Коэффициент запрямления. Это крайне неприятно. Ты давишь на педаль, у тебя педаль заклинена, но машина все равно не может ее адекватно осадить. Очень неприятный момент, причем самое неприятное, он наступает как бы так резко, ступенькообразно. Это, на мой взгляд, наиболее неприятное и опасное дефект от перегрева. Когда вскипает жидкость, это немножко все-таки не так радикально, не так резко, попадаясь, она просто становится ватная. И она туда так шух уходит. Да, она вскипела, обычно же она как, она вскипает не в момент, когда ты тормозил, а вот ты жестко затормозил, и там она набрала температуру, жидкость, больше, чем ее температура кипения. Но, скажем, она не кипит, потому что там высокое давление. Ты убрал ногу спидать, она закипела, она закипела и выдолгнула всю эту тормозную жидкость тебе в расширительный бочок. И у тебя сейчас в магистрале там нет жидкости, там, говорится, пары. И ты подлетаешь в следующую шпану, раз, по педали, а она у тебя в пол ушла. Вот. И все, надо там лекарадочно прокачивать. Вот. Если это происходит, да, действительно, так и делается. То есть, если вы нажали, у вас педали ушла в пол, и вы понимаете, что перегрев она срочно отпускает еще раз, то есть, фактически, такими многократными нажатиями, все, когда вы прокачаете тормоза, она затормозит. Более того, что такого радикального перегрева, что там, как я рассказал, что всю жидкость выдавливает, не происходит. Скорее всего, это просто возникает пузырь, который нужно просто продавить. Обычно, когда жидкость начинает подкипать, тормоза начинают так не резко, но достаточно просто становятся такими ватными. Все более, более, более ватными. Как правило, выехал, дал им возможность остыть, а они опять стали нормальными. Вот это вот такой эффект перегрева. Но все равно, особенно, если там день на какой-нибудь горной серпантине, особенно вниз, это может оказаться быть очень таким неприятным. У тебя нет, у тебя может не оказаться просто времени прокачать тормоз, но просто у тебя вот есть точка торможения, а если ты сразу не затормозил, то у тебя второго варианта уже как бы не получится. То есть, это тоже опасно, за этим надо следить. Но абсолютно разные ощущения именно, когда закипела жидкость и закипели колодки. И давайте в конце чуть-чуть про Формулу-1, просто я эту байку давно уже разбирал, да, по поводу 13-х дисков. Одно время считалось, просто у меня есть такая информация и могу ссылки поставить подтверждающие. Одно время считалось, что ограничение диаметра колеса сильно ограничит команды в тормозах и это будет их сдерживать именно в росте скоростей, мощности моторов. Вот, что это как-то типа якобы будет работать в плане безопасности, потому что даем огромные возможности по развитию тормозных машинок, они вообще-то все поубиваются. то есть тормозить будут так, такие грани, с такими, понятно, что резина будет это сдерживать тоже, но тем не менее была история, что именно 13-й долго упорно оставляли именно из-за этого. Потом все привыкли, потом уже подвеску под это дело настроили очень тонко, и сейчас уже наоборот не хотят уходить на 18-е, потому что они пошли не в диаметр, они пошли в толщину вот этого всего, там очень сложный тормозной механизм, который занимает весь этот широченный диск внутри. Но изначально сказка заключалась в том, что это был просто сдерживающий фактор в регламенте, чтобы сдерживать рост скоростей. Возможно. Я, я, наверное, не знаю, изначально с чем это связано было, я думаю, что те, кто в свое время это придумал, они уже, наверное, покинули мир наш и переместились в мир иной, а все остальные тоже как бы традиционно, скажем, ну, есть определенные традиции, вот традиционно формула один есть на таких бубликах. Вот, исходя из этого, да, так как все под это сделано, и тормоза, и подвеска, все, сейчас разрешим 18-е колеса, это будет радикальная переделка всего, это не просто тормоза переделаны, это и другая подвеска, и все. И не факт, что машина сразу поедет быстрее, но тормозить нам быстрее точно не будет, вот, это однозначно, потому что эти современные тормозные механизмы формулы более чем эффективны, и увеличение дисков не будет какой-то плюса, вот, то, что это огромный дополнительный геморрой для инженеров, это доктор не ходит, 100%, вот, зачем переходит на, это же точно не переходит на 18-е колеса? Ну, с какого-то 20-го, какого-то второго, не помню, я слышу, что эти разговоры уже лет 5 идут. Ну, вроде как, уже утвердили, собираются переходить, и единственное, что оттягивает как раз это геморрой с переделкой всего, то есть, уже вроде тесты были. Понятно, что это все равно будут не универсальные колеса, это будут колеса, которые все равно будут делать только для Формулы-1, уж сильно где-то еще используют. Это будут колеса, которые будут делать только для Формулы-1. Так, тогда зачем заказе по ям? Нет, шинники, шинники говорят по-то, что технологии изготовления корда, технологии изготовления каркаса шин, и им хочется эти технологии потом применять где-то еще в каких-то там, ну, не полностью целиком готовить, за знак, уж, а нарабатывать технологии, которые будут применяться где-то еще. И для них... Это просто технологии, которые для 13-дюймового колеса они сильно уникальны и больше нигде не используются. И, соответственно, для них себестоимость производства подобного колеса крайне высокая. А так как они там колеса спонсоры бесплатно поставляют, для них эта реклама становится очень дорогой. Я думаю, что от выхода на 18-е колеса кроме шинников никто не выиграет. Ну, шинники просят, конечно. Какой империалист, а какой-нибудь инженер Формулы-1 голову проломит в темной подворотне за такую подворотну? Согласен с вами. Ну что, Станислав, проговорили, наверное, все по тормозам? Да. Хочется подвести небольшой итог, потому что тема тормозов, вообще в принципе сама тема тормозных механизмов систем достаточно обширная, емкая, и уложить ее в час было, я вам скажу, крайне трудно даже на этапе монтажа этого ролика. Я скажу так, что многие моменты пришлось достаточно существенно подсокращать, может быть, не всем будет очевидна та часть про многопоршневые системы, про гидроплечет таких систем, когда есть смысл ставить, когда нет, так что давайте задавать вопросы после ролика. Я думаю, что мы с Станиславом сделаем какое-то некое дополнение к теме тормозов, посмотрим на ваши вопросы, посмотрим на те моменты, которые были непонятны, что заставило задуматься. Мы эти вещи попытаемся скомпилировать отдельно, дополнить этот ролик второй частью, скажем так, проговорим еще раз, почитаем ваши, собственно говоря, снизу вопросы, так что не стесняйтесь, пишите. Также уже после монтажа ролика со Станиславом немножечко обсудили, что мы мало внимания уделили системе АБС, потому что тоже достаточно интересная тема. Вот Станислав говорил, если вы заметили, что по Ньюборгу очень сложно ездить без АБС, и вообще получается бедный без АБС, но в материале не было сказано, Станислав уже потом немножечко переживал, что он упустил этот момент, что АБС на самом деле гоночный, он сильно отличается от гражданского, и там мало того, что он работает немножечко по-другому, так он еще имеет ряд настроек и позволяет прямо вот в движении менять существенные параметры по торможению именно касательно работы АБС. Так что, видите, проговорить можно еще много о чем, так что, повторюсь, задавайте, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, что было понятно, что было непонятно, что вас интересует более детально, глубоко, и конкретные уже темы, конкретные такие узкоспециализированные темы можно будет осветить во всех подробностях и деталях дополнительно. Так что, если ваша активность будет достаточно высокая, то мы обязательно эту тему продолжим. Вот так. Ну, а на этом все. До новых встреч, до побочения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok